Традиционный сентябрьский сбор урожая начался и в детских садах Красноярска. Воспитанники 56-го дошкольного учреждения города вырастили индейца. Еще вчера он был созревшей тыквой, а сегодня превратился в экспонат для будущей выставки овощных поделок. Как маленькими руками вырастить большой урожай, узнавала Юлия Рядчикова. Очень, 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 очень собирать урожай! Идем собирать урожай? Да! Огородное дело нравится, работа спорится. Плетеные корзины малыши наполняют с придыханием. Смотрите, какую я морковку нашел. Крутая. Мы собираем дуру. И семена его. Семена. Семена собираем. Огород маленький, но ничем не отличается от того, что у бабушки. Здесь есть даже теплица. По грязным рукам и курткам сразу видно, что от работы никто не отлынивал. Что копали земли, жарили, варили. Что в зале мы испекли, ели дохвалили. Картошка. Картошка, да? Понятно. У нас нет картошки. Вон зато у нас там огурцы, морковка. Морковка. Да. Ну расскажи, как ты ее выращивала, как собирала. Пойдемте. Надо не брать самый лист, а надо вот за жопку брать и дергать. Мне мама рассказывала про нее сказку. Еще там кто-то. Когда я был еще вот такой в рост. А что за сказку? Посадил дед репку. И она выросла большая, прибольшая? Нет, она выросла большая, прибольшая. Потом... Ну у тебя она какая-то маленькая выросла. Наверное, плохо поливали? Нет, это просто... Не бывает в сказке такой большой репки. У нас это этаж. Такая практика для дошколят очень полезна. Ведь дачи есть не у всех, а тут наглядно можно проследить процесс. Начинается он еще зимой, когда дети на подоконниках садика выращивают семена некоторых растений. Например, перца. Мы учим детей вскапывать землю, потом мы сеем семена, потом ухаживаем. В течение лета мы за ними ухаживаем, поливаем, убираем сорняки. И потом у нас вот такой, как вы видели сегодня, собираем урожай. Применение ему нашлось творческое. К концу сентября в саду проходит выставка поделок. Их готовят в течение всего месяца, периодически обновляя детали. Вот и царица огорода при бусах и перьях. Очень много приносят готовых поделок уже из дома родителей. Там не только маленькие поделки, приносят вообще огромные поделки. Там и дома, и мини-огороды. Очень интересно. Победителя выбираете? Да, у нас есть победители, участники победителей. Победителей, как правило, много всегда. Первый, второй, третий места распределяем обязательно. И номинации. Если урожай хороший, то избыток овощей отправят гостинцам для животных в роев ручей. Юлия Речикова, Сергей Раков, 7 канал.